Здравствуйте! Это проект телеканала ОТС «Культурный максимум» и Алексей Кудинов. Новосибирские театры завершили сезон. В прошлой программе я рассказывал о последних премьерах, о «Мещанах», о «Котловане». А в этой мы побываем с вами в первом театре, где поставили малоизвестную пьесу Островского и в музыкальном. А также посетим рок-концерт Новосибирской филармонии. Ансамбль Павла Шаромова посвятил программу сибирскому року. Но для начала все-таки давайте отправимся в музыкальный театр. Там сделали мюзикл по тоже мало кому известному роману советского фантаста Александра Беляева. Юная леди, юная лето, ваше высочество, ваше высочество, ваше величество, ваше светоество. Даже самые искренние чувства звезды Голливуда Тони Преста публика и коллеги по съемочной площадке принимают за игру. Великий комик смешит людей одним своим видом. Длинный нос, огромные уши, нескладное тело. Ну как тут не рассмеяться? Физически очень сложно там что-то из себя. Не хотелось сделать никакого там такого особо дистрофичного персонажа. Да, у него есть изъяны какие-то там, большой нос, большие уши. Но тем не менее это человек такой полноценный что ли скажем. Роман об Антонио Преста Александр Беляев начал писать в 20-х годах прошлого века. Переделывал сюжет, менял название. В итоге человек, нашедший свое лицо, был издан в 1940-м и как-то потерялся на фоне других произведений писателя-фантаста. Человек-амфибия, голова профессора Доля. Эти романы и одноименные фильмы знает почти вся страна. Многие читали «Остров погибших кораблей», «Ариэль». Премьера музыкального театра открыла публике неизвестного Беляева. Да, действительно, мы все знаем «Человек-амфибия», смотрели все фильмы. А здесь такое произведение абсолютно никак не затронутое, что ли. Нет ни спектаклей, нет ни каких-то экранизаций этого произведения. Идея принадлежит нашему либретисту Алине Байбановой. И это она нашла этот материал. И она как-то так сложилась, что случайным образом звезды сошлись. Мы с ней знакомились, она мне показала этот синапсис. И мы решили попробовать. Попробовали, показали материал в театре. Театр, он показался интересным. Наполнять репертуар новыми спектаклями можно по-разному. Есть проверенные названия, популярные мюзиклы и опереты, которые просто нужно хорошо поставить. Но Новосибирский театр не боится рисковать и периодически, открывая для своих зрителей и для коллег из других городов что-то абсолютно новое. Ставить прозу Беляева сложно. Слишком много тем писатель затрагивает в своих романах. Для меня очень такое гуманистическое начало важно в этом произведении. И мне кажется, вот эти темы, такие как любовь, добро, как бы это ни звучало банально, они все-таки, благодаря чему мы остаемся людьми, благодаря чему интересен театр вообще. Потому что у театра, ну, это же не просто развлекало, это катарсическая очень такая история, поход в театр. И если произведение поставлено так, как оно должно быть поставлено, оно в любом случае тебя трансформирует. Трансформирует и автора, и всех участников, и зрителя. То есть ты выходишь немножечко другой. Трансформация – это ключевое слово для всего сюжета спектакля. Преста влюбляется в обворожительную актрису. Ситуация хрестоматийная, красавица и чудовище, но исход не сказочный. Прекрасно гет-да-люкс отвергает Преста. В поисках рецепта счастья тот отправляется не к волшебнику, а к ученому. В экспериментальную клинику. Там могут превратить уродца в красавца, но примет ли гет-да похорошевшего ухажера? Артисты признаются, что работать над персонажами фантастического романа очень непросто. Я не скажу на самом деле, что это что-то мое, то, что мне нравится. Но в любом случае при подготовке спектакля всегда у нас все артисты, ну, по крайней мере, некоторые читают книгу, да, чтобы ознакомиться как-то глубже, что ли, с материалом и глубже со своей ролью, которую тебе дают. Это такая очень мощная женская энергетика у гет-ды. Она такая страстная очень натура, даже немножко такая обезбашенная, я бы сказала, что не свойственно мне. Нашла, совсем как девчонка, сорвала съемку, испортила пленку. Боже, как непрофессионально, как нехорошо. Кроме любовной линии, в спектакле есть место и юридическим коллизиям. Ведь если востребованный комик станет красавцем, он подведет свою киностудию, лишит ее кассовых сборов. Впрочем, Беляева интересовал еще и научный аспект. В своих книгах он исследовал вопросы генной инженерии, проблему пересадки органов, реакцию психики на трансформацию тела. Для мюзикла все это темы очень нетипичные, но авторы спектакля постарались их сохранить. Остается какая-то научная основа, причем мне вообще, у меня первое образование, я врач. И мне понятны вот эти вот поиски, метания автора по поводу того, как бы сделать этот мир прекраснее, человека ресурснее, здоровее и так далее, могущественнее. Даже те слова, те формулировки, которые использовались, ну там практически сто лет назад, это те вещи, про которые ученые, да и не только ученые, в принципе, наше общество говорит сегодня. И темы, которые там он поднимает, это все, вот то, о чем мы говорим и сопротивляемся этому, как и некоторые герои, да, Беляевские, или наоборот поддерживаем все вот эти темы, да, темы, там, возможной трансформации человека или через какие-то, да, операции, или через какие-то, да, там, процедуры другие, которые наоборот не требуют, да, каких-то медикаментов. Вот, ну это все вот очень про сегодня. Все наши собеседники перед премьерой оговаривались. Спектакль нетипичный, экспериментальный для театра. Тема романа дополняет очень разножанровая музыка. В ней, кажется, вся палитра стилей от рока до классической опереты. Трансформации постоянно происходят и на сцене. Постановщики словно подчеркивали стремление героев вырваться из клеток, ячеек, которые нас загнала сама природа. Беляевское стремление к лучшему будущему, которым завершается далеко не каждый фантастический роман, но который можно построить хотя бы в театре. Стихой от устали индейские вождя, Техреческая молча дырива, И запах гибнется сиячий дождь, Здесь так красиво! Есть ленинградский рок, есть уфимский, а есть наш, выросший из сибирской земли. Калинов мост, Форт Ройл, Коридор, Иван Каев. Произведения этих великих коллективов сегодня находятся в репертуаре ансамбля Павла Шаромова и группы «Солнцемаяк». Концерт из хитов сибирского и русского рока. Прошел в Новосибирской филармонии. Давайте побываем на нем и послушаем несколько необычных интерпретаций всем известных песен. Узор севера, гипербореи, причудливого мистического мира, магического шаманского ритма. Так охарактеризовали рок-контату Святослава Мелика на сайте Новосибирской филармонии. Композитор собрал единое целое свои песни, написанные в разное время. Автор уже давно сотрудничает с ансамблем Павла Шаромова и неудивительно, что именно этому коллективу доверил первое исполнение своего нового сочинения. «Называется контата «Мы – север». Почему север? Потому что север для меня – это ощущение чистоты, силы, внутренней собранности и в то же время готовность на какой-то выплеск эмоций. Мы отбирались те вещи, которые именно существуют как продолжение друг друга. Чтобы это было действительно драматургическое некоторое произведение. Надеюсь, это получилось. В реперторе ансамбля Павла Шаромова – русская хоровая музыка, джаз, фольклор, западноевропейская классика, романцы. К року коллектив серьезно подступился полтора десятка лет назад. Тогда появилась одна из самых популярных программ – «Лестница в небо». Ансамбль исполнял сначала западные хиты, затем русский рок. В этом концерте, кроме произведений Мелика, прозвучали песни Аукциона, Чаева, кино и других легендарных групп. В отличие от некоторых кавер-групп, ансамбль Павла Шаромова не пытается сделать копию оригинала. Это взгляд на русский рок с точки зрения академических музыкантов. Подход непривычный, но этим-то и интересный. Тут, во-первых, песен очень много мужских, подстроить это под себя. Особенно, допустим, Цой для меня по манере самый был непростой. Нужна наслушанность обязательно, то есть нужно повариться немножко в этой атмосфере, послушать побольше, попеть. И Павел Венивинович в этом очень сильно помогает, конечно. То есть он часто просит нас не вокально к этому подходить, а актерски. Это очень много значит, потому что музыка эта, она идет от слова, в первую очередь от чувств. Вот, поэтому больше важно в драматургию вникать. Петь по-своему, да, по-нашему, соотносясь с нашими возможностями техническими, но обязательно перестроиться, убрать из головы, скажем так, классическое образование и давать, скажем так, свое дворовое нутро. Уверен, не все поклонники русского рока разделяют такой подход к материалу. Но живые концерты Виктора Цоя, Александра Башлачева, Михаила Зуева – это уже история, которую нужно ценить, изучать по книгам и видеозаписям, и которую при этом можно интерпретировать, давая легендарному русскому року новую жизнь. Я вообще соприкоснулась с ним больше именно в ансамбле Павла Шаромова, чему я очень рада, потому что как-то в детстве я больше слушала зарубежный рок, и мне прям интересно. Эти песни для меня открываются, меня муж все время ругает. Ну как ты вот это не знаешь, вот это не знаешь? Поэтому это один из моих любимых концертов. Особое место в этой программе урока сибирского. Ансамбль Шаромова исполнил песни группы «Ван Кайф», «Коридор», «Калинов мост» и «Форт Ройл». Многие из них выступали в филармонии вот прямо на этом же месте, но еще в старом здании, которое снесли, а затем возвели зал именикаца. В этом году театральное сообщество. Общество отмечает 200-летие со дня рождения Александра Островского. С творчеством этого драматурга, спасибо школьной программе, мы все так или иначе знакомы. Но вот первый театр удивил. Он поставил не грозу, не беспреданницу, а женитьбу Белугина. Эта пьеса сравнительно малоизвестна. Давайте познакомимся с ней и посмотрим последний спектакль сезона «Первого театра». Белугины – богатая купеческая семья. В пьесе Островского они владельцы фабрики в верстах в 60-ти от Москвы. В спектакле хозяева крупного мясного производства. Хамон и пельмени Белугины начали поставлять за рубеж. Бизнес растет. Отличным подспорьем станет женитьба сына Андрея на дочери другого богатого купца Татьяне. Но брак расстраивается. Андрей без памяти влюбляется в небогатую аристократку Елену, которая не ест мясо и мечтает о более знатном муже, нежели купеческий сынок. Тут вся моя жизнь, Елена Васильевна. У меня все решено. Я прошу теперь ваши руки. И, пожалуйста, отвечайте мне сию минуту, потому что создать мне по моим чувствам как невозможно. Когда мы репетировали, персонаж был немножко иным у меня. Изначально он был такой более, наверное, жесткий, более какой-то такой взрослый. Так как сама героиня выписанная молодой девушкой, ей там 23 года или 24, в общем, она такая юная особа, я уже постарше немножечко получается. И поэтому приходилось немножко себя сдерживать в своих личных проявлениях. Как бы я поступила в той или иной ситуации. И мы очень долго с режиссером разговаривали на эти темы. Я говорила, нет, подождите, стойте, так не может быть. Я считаю, что должно быть так. Он говорит, ну это ты. А вот эта девочка, Елена Васильевна, думает по-другому. План Елены прост. Выйти замуж и на белугинские деньги уехать за границу вместе с любовником. Тот и одевается лучше, и манеры у него не купеческие. Удастся ли реализовать эту коварную идею? Главная интрига пьесы. Мы работали с драматургом моей большой подругой Екатерины Гилёвой. И мы, конечно, адаптировали под современность материал. Потому что ни для кого не секрет, что 200 лет назад люди жили в другом темпоритме. Они могли себе позволить потратить и 6, и 7 часов на спектакль. И посмотрели акт, антракт, посмотрели акт, антракт. Сейчас, конечно же, темпоритмы другие. Приходилось и сокращать, и что-то дописывать. Но мы очень уважительно относились к автору. И прежде всего хотели донести его идею, чтобы она звучала в сегодняшних реалиях современно, точно так же, как и 200 лет назад. Это особенность Островского. Автор непростой. Его пьесы способны задавить тех, кто к ним приступает. Действие неспешно. Слова героев сегодня звучат архаично. Вспомните-ка с маменька. Вертопрахи на поединке выходят. Сегодня так не говорят. И прежде чем выходить на сцену, артистам приходится, как завещал Островский, много надуматься-то да наплакаться-то. Здесь вот нужно было поработать, потому что зачастую в спектакле сейчас, если современные какие-нибудь пьесы, это язык, которым мы говорим в повседневной жизни. А здесь, конечно, это совсем такая другая история. И поэтому, да, приходится их оправдывать, понимаете, как-то их вживлять в себя. Вот тебе и сказ. Там уж как вам угодно. А только той свадьбы не было. Обороты, которые сейчас несовременные, они звучат как некие очень вкусные, текст, понимаете. Потому что мы сейчас упрощаем, язык идет на упрощение. Но мы постарались именно сохранить, чтобы артисты его присвоили. И это все-таки чувствовалось, что это текст Островского. А он прекрасный. Постаравшись сохранить язык классика, постановщики не стали делать традиционный спектакль с костюмами и музыкой 19 века. Не думаю, что такая эстетика оскорбила ревнителей театральных традиций. Все-таки «Женитьбу Белугина» сегодня ставят очень редко. И даже забывают, что у пьесы два автора. Комедию о противостоянии искренних чувств и расчета. Островский написал вместе с молодым драматургом Николаем Соловьевым. Точнее, скорее, переписал творение коллеги. Может быть, поэтому «Женитьба Белугина» менее известно, чем «Гроза» или «Бесприданница». И тем ценнее, что именно это название появилось в афише Первого театра. И это все на сегодня. В следующей программе расскажу, как резиденты лаборатории современного искусства, у которых есть золотая маска и несколько премий «Парадис», уходят из своего подвала на улице Ленина в виртуальное пространство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова